здравствуйте вы на канале урал спецтранс сегодня мы видео обзор будем снимать с вадимом вадимом все помните добрый день уже снимали видео обзор про масло станции у нас было два раза же мы снимаем два раза даже конечно и сегодня у нас баллоновоз мы на шасси ставим на повеску на различные шоссе вот один из вариантов который сегодня перед вами это использована шасси полноприводная автомобиля man man тгс на дверях написано на кабине модели 40 . 430 но это говорит о том что полная масса автомобиля до 40 тонн мощность двигателя который здесь установлен 430 лошадиных сил ну пару слов про настройку этого автомобиля перед вами надстройка для перевозки баллонов с кислородом и с другим техническими газами под кислород то есть специальная и чистая конструкция металлическая в виде кассеты смотреть-то будем смотреть будем конечно но я пока два слова целом вот рассчитана на перевозку если мне память не изменяет 48 баллонов с кислородом и 6 баллонов в передней части под ну под ацетилен вот так же плац и чистая вот эта конструкция под перевозку баллонов она сделана съемной закреплена болтами в в платформе грузовой то есть если отсутствует необходимость перевозки баллонов кассету можно снять и использовать автомобиль ну как универсальное средство для перевозки любых грузов бортовой платформе платформа стандартная откидные борта съемные откидные съемные же стойки то есть позволяет эксплуатировать платформу как с бортами так и полностью без бортов виде просто бортовой платформы по краям у ней должны быть предусмотрены петли грузовые до петли вот они есть вот они то есть позволяет крепить груз размещать груз как необходимо и крепить его либо цепями либо ленточными лебедками ну что мы откроем до откроем борт значит вот они да вот они лебедки которые показывал вот он укрепление съемной которые при необходимости можно болты убрать на ней в емкость кассет на кассет на вот лить и и честь ту конструкцию полностью с платформу убрать покрытие не скользящие пола вот что еще здесь мы видим она грузится они с той стороны вот можно открыть откроем с этой стороны тогда чтоб видно было вложименты уложены прокладки пластиковые которые позволяют при перевозке баллонов избежать искра образования ну и защищает в общем-то баллоны вот но соприкосновения с от ударов до соприкосновения с металлическими конструкциями вот запор сделан для того чтобы зафиксировать погруженные баллоны в эту конструкцию эти полеты они сделаны прямо в размер баллона да 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 именно так так вот эту еще откроем а мы знаем как эти баллоны потом разгружать ну снимается вот эта конструкция до упор снимается и баллоны извлекаются потом грузоподъемными приспособлениями достать погрузить на место они обычно используются эти баллоны куда это все возится для чего это все для славки по всего зуда всевозможные где производится сварочные работы газорезательное оборудование используется как раз это вот предназначено для использования таких местах ремонтной работы всевозможные вот для подъема на платформу откидные ступенечки можно подняться достаточно удобно на платформу вот так платформе но исходя из того что груз имеет категорию опасности 2 то есть нанесен специальный знак что это производится дорожная перевозка опасных грузов категория опасности 2 сюда устанавливать соответственно табличка с номером номером груза не разработана еще слегка сзади тоже это дублировано как положено то и знак опасности держатель под табличку с номером немножко это говорит о том что очень легко снимается и устанавливается легкие борта они не погнутся да нет не погнуться ну специальный профиль сварка роботом обеспечить достаточную степень надежности и прочности этого борта в передней части держатель запасного колеса виде поворотной консоли механическая лебедочка стоит сверху а про ман что-нибудь интересное расскажу а вот эти вообще вот эту настройку можно и на камаз и на урал разумеется конечно конечно какая разница то есть абсолютно на любой автомобиль можно установить но в данном случае выбрана выбран автомобиль man полноприводный но видимо исходя из условий эксплуатации то есть для работы в условиях бездорожья в общем-то эта машина предназначена видимо на свое отработала уже в тяжелых условиях эксплуатации и сейчас будет работать нет я имею ввиду что под более легкую под более легкую нагрузку ее сейчас использовали автомобиль что такое тиджи с тиджи м вот написано там бывает и чем отличается но это вариант исполнения насколько я знаю то ибо вариант исполнения по кабинам и по шасси ну про машину что можно рассказать полный привод в раздачной коробка вот именно у этого автомобиля она с отключаемым выполнена с отключаемым передним мостом вот то есть задние мосты с межколесной блокировкой блокировка межосевая задних мостов на этой машине присутствует и также вот можем увидеть ее что на переднем мосту у нее присутствует межколесная блокировка на переднем мосту тоже вот с правой стороны с правой стороны от карданного вала цилиндрик может быть не его показать пневмоцилиндр управления он к нему шлангушок подходит вот он вот это пневмоцилиндр включения межколесной блокировки переднего ведущего моста но на гражданских версиях достаточно редкая штука но вот man в общем-то славится своей работоспособности в тяжелых условиях эксплуатации но вот они таким образом то есть передний мост отключаемый включается именно в тяжелых условиях эксплуатации плюс ко всему оборудован межколесной блокировкой но из того что сделано для удобства как бы управление эксплуатации стабилизатор поперечной устойчивости на переднем мосту вот вот он вот он стабилизатор на переднем мосту установлен и вот на заднем ведущем мосту да получается вот он как бы для повышения устойчивости стабилизатор поперечную устойчивость спереди и сзади вот но можно но это достаточно в общем то уже старая версия автомобиля то есть мотор евро 4 здесь но система здесь скорее даже евро 3 система без мочевины система подготовки воздуха с фильтром и с подогревом воздуха очиститель топлива ну типа сепар до сепаратор который позволяет сепарировать воду и примеси очищать до 100 с высокой степени очистки производить очистку топлива для систем питания двигателя вот но по подвеске что можно сказать полуэллиптические рессоры мало листовые передние ну достаточно длинные то есть обеспечивает достаточно ну хорошо гасят удары да и обеспечить достаточно высокую плавность хода подвеска кабины пневматики нету то и сделано все на пружинах пружинные стойки стоят и передние пружинные амортизаторы и спереди сзади задней подвески кабины и в передней подвески кабины вот они тоже тоже пружинные амортизаторы традиционная защита фар 3 передний буфер металлический состоит из трех частей но в случае допустим повреждения при эксплуатации там где-то в тяжелых условиях то есть меняется уже не весь буфер а можно поменять и частями что защита защита снизу он видно что машинка прошла прошла до там где видимо достаточно серьезные условия были эксплуатации а что про кабину можно сказать какие то есть кабина кабина но это короткая кабина то есть она или она со спальным местом она по моему со спальным местом нет она без спального места это коротенькая кабина вот ну соответственно кабина со спальным местом имеет больший объем внутри а вот мы тут еще на платформе не показали согласно требованиям по перевозке опасных грузов 2 огнетушителя оп-6 по обеим сторонам установлена платформе и ребятка катушка простите да катушка для заземления для снятия статического электричества она сегодня вот по обслуживанию манов в россии работают какие-нибудь технические станции но он как раз отличается тем что в российской федерации он имеет и много очень приверженцев россии потому что у него широкая сервисная сеть и очень могучая техническая поддержка допустим много говорит о том что вот современные модели man предлагает уже расширенную гарантию на свои машины до пяти лет или если мне память не изменяет 2 миллиона километров пробега расширенная гарантия то есть люди серьезно работают над продвижением своей продукции и в общем-то и машину соответственным образом готовят поэтому люди и любят россии эту марку ну в общем если остались вопросы вы их задавайте мы ответим ага а еще я хотел спросить вот я знаю что вы где-то долгое время жили в северной америки дать нет в северной 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 в южной но северной америке но это было по был контракт завод урал завода урал по линии рособо компания рособорон экспорт поставка партии автомобилей военно-морские силы микс мексики